Всем привет-привет и добро пожаловать на канал Лилия Золес. Я как обычно бегу, все делаю на ходу. И сегодня 17 сентября. И поздравьте меня. Я наконец-то в отпуске. Целый месяц я дождалась этого момента. Очень счастлива. Ура-ура-ура. И я извиняюсь, что опять я не показываю свой фейс. Потому что все на ходу. Хочу убить двух зайцев. Бежать по делу и разговаривать с вами. Хочу ответить... Ой, машины эти задавали. Хочу ответить на вопрос зрительницы. Я думаю, что не только ей будет интересно, но и многим другим не даются сосредоточиться. Это вообще вот выйдешь и только влево-вправо останавливаешься. Машин больше, чем людей. Нет-нет, я не завидую. Мне лучше пешком. Это кайфовий. И для здоровья хорошо. И потом у меня фобия все равно. Поэтому я не завидую. Так, на чем я остановилась. Да. И то, что я хочу ответить, будет интересно многим. Вопрос по поводу моей дочери, которая живет в Турции. Элина. И замужем за иностранца. И так далее. Отойду от темы. Когда я была еще до школьного возраста. Ну, совсем маленькая. Я не знаю, откуда у меня в голове это все появилось. Еще в те 70-е, когда народ, можно сказать, был темный. Сталинские порядки. Что скажут соседи. Как посмотрят. И так далее. И замужество за иностранца была редкость. Даже позорно. Все это скрывали. Ну, только самые смелые это делали. Ну, такие отчаянные. За границей это вообще знали только моряки. А это и за границей. А я уже Малявка такая. Всегда говорила. Я хочу мужа иностранца. Да еще и негра. Откуда что знала? Сейчас смеюсь над этим. И всегда хотела пальмы, бассейн, прислугу. Но это, по-видимому, у меня в крови. Где-то там. Я просто, наверное, многого не знаю. Вот. И я мечтала. И вот эти вот мечты детские, да, они не перестали быть мечтой по ходу, как я взрослела. Я всегда хотела уехать за границу. И у меня не сложилось. Но сложилось у моей дочери. По-видимому, она мои мечты и осуществила. Перешло дочери. И вернусь к заданному вопросу. Я отлично к этому отношусь. Я только за. Ничего против я не имела. Да и не могла иметь против. Потому что каждый человек хозяин своей жизни. и как решила дочь, так оно и должно быть. Я только радовалась за нее. Единственное, что где-то внутри там было печальненько, грустненько, что она будет жить далеко от нас, от всех. про родину речь я вообще не веду. Это не столь важно. Где тебе хорошо, там и родина. Поэтому она молодец, что это сделала. и по поводу это заграница. И по поводу мужа, естественно, тоже я считаю, что какая разница, какой нации муж. Главное, чтобы был хороший человек, не обижал. И в семье было счастье. потому что у нас привыкли вот, типа, своих не хватает, что ли. Не хватает. Везде достаточно плохих и хороших. это не значит, что если бы вышла она замуж за русского, и она была бы счастлива. Я вас умоляю. Ну, вот такая судьба. И пусть будет так. потом что второй вопрос это по поводу соседей, родственников и так далее. Ой, у нас тут прям все перерыли. Как осень, так начинают к холодам. А эта тема вообще тухлая. соседи, родственники, подруги, как посмотрят, как осудят, что подумают. Вы знаете, может быть, грубо я скажу, но это истина. И правильно. На все 200%. Насрать. Вот чисто насрать. На соседей, на родственников, на знакомых, которые что-то там себе придумают в голове и начнут там сплетничать, осуждать, какие-то выводы делать. Никому не должно быть никакого дела до жизни другого человека. Я имею ввиду, как он ее устраивает. и я по жизни была такая, что тоже на меня никогда никаким образом это не отражалось, не влияло, потому что я знала, что это люди временно, понимаете, временно. И подстраиваться под них, подстраиваться под весь мир, это много чести. Вот, потому что жизнь, она такова, когда тебе нужен, нужна поддержка, помощь, даже самые близкие отворачиваются, поэтому зачем слушать и бояться. Хоть так ты сделаешь, будешь осужденная, плохая, хоть по-другому, то есть я разницы не вижу, перемены слагаем, сумма не меняется. Вот, поэтому пусть они думают, что хотят, и я уверена, что люди, которые вот начинают осуждать, там, говорить что-то, да, неприятное, это просто зависть, это просто те люди, которые сидят на месте, боятся поднять свою задницу и поменять что-то в своей жизни, я так считаю. И когда кому-то удается, вот начинается вот эта вот грязь. Я сейчас бегу на трамвай пешочком. Ой, у нас погода холодно, я ветровочки, я очень замерзла, уже осень, 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 я еще тепличное растение, для меня так вообще уже 16 градусов у нас всего лишь уже чувствительно. Так что, мои дорогие, хоть замужество заграничное, хоть свое родное, хоть жить на родине, хоть на чужбине, лишь бы ты был здоров, счастлив и тебе все устраивало. Поэтому отнеслась я великолепно к выбору дочери. Ну, несмотря на то, да, я повторяюсь, у меня шкребли кошки, потому что, сами знаете, что расстояние это тяжело, тем более с нашей жизнью возможностей никаких для встреч частых. вот, за это было, конечно, печально. А в остальном, я только радуюсь, я только радуюсь за нее, потому что раз так судьба распорядилась, значит, она должна справиться, и значит, все хорошо. Так, пришла я на остановку, сейчас поеду. Ну, вот, я думаю, что я ответила. Ну, хотя, вы знаете, были осуждения, я вам честно скажу, по крайней мере, от соседей, которые даже в оскорбительной форме говорили, и даже очень-очень родные люди, которые осуждали и вели себя неприлично. Ну, это пофиг, честно. холодно. Вот на солнышке еще ничего. Вот встала на солнышке, пока трамвай подойдет. так что вот так вот. Будьте счастливы, не бойтесь осуждений, не бойтесь строить свою жизнь так, как вы хотите. Любите себя, не отказывайте себе ни в чем. И я считаю, что лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. жизнь, она пролетает, знаете, со скоростью космической, и когда что-то упускаешь, в старости начинаешь плакать и кусать локти, которые не достать. Вот все, что я купила из морепродуктов. Подробно показывать и рассказывать шибко не буду, просто покажу вот такую кучку солененького и всякого разного. И купила я, конечно же, консервы. Это икра ментаева, красная икра, горбуша, скубрия, шпротики два вида, печень ментая, сайра и тунец. Ну, конечно же, сгущеночка, как без нее. Покупала я вот все в сушеном виде. Два вида кальмарчика, ментай, красная рыбка и вот такая кита двух видов. Это малосоленая, подкопченная. И сейчас я буду это упаковывать, взвешивать, рыбку буду замораживать и все это отправиться очень далеко-далеко. Очень приятно делать приятные вещи, потому что от этого и самой хорошо. Так что ставьте лайки, делайте мне приятные вещи, не забывайте подписываться на мой канал. А у меня хлопот и забот по дому очень много. Надо все успеть. Это упаковка, сборы, сборы, сборы. Ну надеюсь очень скоро вы узнаете все подробнее. Надеюсь на это. И до новых встреч. Всем пока-пока.